Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пыльцевой аллергии и о том, как людям, страдающим этим заболеванием, легче перенести период обострения. Итак, полиноз – это сезонное аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений. Проявляется следующими клиническими симптомами, такими как обильный профузный насморк, чихание, слезотечение, зуд глаз, носа, иногда кожные высыпания. Наиболее грозным осложнением полиноза является пыльцевая бронхиальная астма. Существует три волны полинации. Первый период – весенний, с конца апреля и длящийся весь май. В этот период цветут деревья, такие как лещина, береза, дуб, клен. Второй период – летний, протекает он в июне и в июле. В это время цветут злаковые травы, такие как мятлик, ежа, костра, райгроз, тимофеевка, овсяница. И третий период – наиболее длительный, наиболее значимый для нашего южного региона. Это период цветения сорных трав. Начинается он с середины июля и длится до конца сентября. В это время цветут полынь, лебеда, подсолнечник, амброзия и наиболее злейший враг наших полинозников – именно трава амброзия, которая вызывает наиболее грозные симптомы вплоть до бронхиальной астмы. Что же нужно делать больным страдающим полинозом? Прежде всего, конечно, исключить контакт с причиннозначимым аллергеном. По возможности нужно выехать в климатическую зону с другим календарем цветения. Известно, что в морском и горном воздухе концентрация пыльцы значительно ниже. Необходимо воздерживаться от поездок за город, от сельскохозяйственных работ. Необходимо закрывать окна, увлажнять воздух в помещениях. Известно, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе содержится в сухую, жаркую погоду, а также в утренние часы. В это время не рекомендуется выходить на улицу. В вечернее же время и после дождя концентрация пыльцы значительно ниже. В это время можно совершать прогулки и проветривать помещение. На открытые окна можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю. Воздух в квартире нужно увлажнять. Для этого можно у изголовья кровати поставить таз с водой, а также намочить полотенце, повесить его на спинку стула или простыню. По возвращении с улицы необходимо обязательно сменить одежду, принять душ, вымыть волосы. Поскольку пыльца, оседающая на одежде, на волосах, продолжает действовать на организм человека, вызывая пыльцевую интоксикацию. Не сушите вещи на балконе и на открытом воздухе, поскольку на них также оседает пыльца. Не принимайте лекарственные травы, препараты лекарственные и косметические средства на основе пыльцы растений. В период обострения не рекомендуется проведение плановых прививок, инструментальных вмешательств, а также плановых оперативных вмешательств. Ну и конечно же при полинации следует придерживаться особой специфической гипоаллергенной диеты. Так, при аллергии к пыльце деревьев не рекомендуется употреблять орехи, а также все косточковые, такие как яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики и другие. При аллергии к пыльце злаковых трав исключается пшеничная ржаная мука, а также геркулесовая, рисовая, манная каша. Необходимо исключить из рациона также пшеничную водку и пиво. При аллергии к пыльце сорных трав исключаются такие продукты, как подсолнечное масло, халва, семечки, арбузы, дыни, томаты, баклажаны. И всем больным полинозом необходимо исключить из рациона мед. Ну и при окончании сезона пыления вне обострения больным, страдающим полинозом необходимо обратиться к врачу-аллергологу для выявления причинно значимого аллергена с целью проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Будьте здоровы! До свидания!